Мы с вами сегодня открываем третий и заключительный игровой день мемориала имени Ивана Рамазана здесь в Магнитогорске. И мы на самом деле уже знаем победителя этого турнира. Это Челябинский трактор. И трактор играет с Хабаровским Амуром. Давайте посмотрим еще на те моменты, которые команды сегодня создавали в этом матче. Далее много было удалений. В первом периоде удалялся исключительно трактор. Поэтому несколько шансов на реализацию большинства было у Хабаровской команды. Но большинство ни тем, ни другим не помогло. Потому что по количеству штрафного времени команды в итоге-то уравнялись. После четырех удалений трактора последовали четыре подряд удаления Амура. И потом еще по одному, да? А нет, не по одному там у трактора. Да, по одному все правильно. Десять штрафных минут в итоге получилось в сумме. Но в большинстве при этом никто не забил. Вот как Амур открыл счет в этом матче. Владислав Барулин. Двадцатая минута. Ассистентов ему тут не записали. Хотя, ну, в общем-то, так можно было, наверное, добавить туда тех, кто бросал поворотом, например. Но пока вот так Барулин значится здесь единолично. Двадцатая минута, один ноль. Ну, а дальше у трактора все равно было некоторое преимущество. И за счет того, что большинство было у трактора. Ну, и за счет того, что в равных составах трактор тоже так. Может быть, не всегда опасно атаковал. Но, по крайней мере, бросков было много. Видите, вот здесь Пулкинин. Пулкинин. Это всегда опасно, когда он бросает. Но, правда, не всегда попадает в створ при этом. Но, тем не менее, классный снайпер, тут вопросов нет. Ну, и дальше третий период. Смотрим фрагменты этого отрезка. Шабанов в большинстве вот здесь не попадает в створ. Неплохо все было разыграно. Хорошая была передача от Калинина. Не удалось попасть. А когда удавалось попасть на Пулкишайбе неизменно, возникал Евгений Аликин. Поэтому счет этот один ноль не менялся довольно долго. И только уже в самом конце, за дверь с небольшим, до конца третьего периода, трактор снял вратаря. И бросок Божиевского достиг своей цели. Мне кажется, там все-таки был небольшой рикошетик от Слепса. И в итоге шайба залетела в ворота. 1-1 в овертайме. Опять же, трактор так вроде поактивнее начал. Да, смотрите, вот Телегин сразу же. Это на первой минуте уже момент был. Шабанов тоже, смотрите, вот броски. Ну, там либо не точно, либо Аликин. И единственный бросок. А, да, вот у Хохрякова был тоже классный момент. Смотрите, ну вот три раза как минимум, да, мог трактор этот овертайм выиграть. А в итоге единственный бросок в створ ворот Гарипова в этом овертайме принес Амуру победу. Вячеслав Грецкий этот бросок нанес. Руслан Педан здесь в качестве ассистента. Ну, и серия бросков уже так, для красоты. Ну, вот такой был, в частности, эпизод, когда Аликин шайбу остановил. Ну, а забили по одному участнику от каждой команды. Владимир Ткачев и Владислав Барулин отмечились. И эта серия завершилась ничейным результатом. Там ворота трактора защищал Росфирюков. Росфирюков.